Здравствуйте, с пятницы вас! Это снова брифинг, с вами я, Маша Мортон. Сегодня во многих американских школах отменены занятия в связи с Днем ветерана, который будет отмечаться завтра. Возможно, ребятам и родителям в связи с этим захочется посмотреть телевизор. Например, кукольное шоу «Улица Сизан». Международная детская телевизионная образовательная программа впервые вышла в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS как раз сегодня, в 1969 году. «Улица Сизан» была основана, чтобы дать детям из неблагополучных семей те же возможности в образовании, что даются детям в семьях среднего класса. Сегодня программу смотрят более 150 миллионов человек в более чем 50 странах мира. А теперь о других новостях и событиях. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс попыталась положить конец слухам о том, что президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита ОТЭС во Вьетнаме. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обменялись рукопожатием, поприветствовав друг друга в начале официального обеда, посвященного открытию саммита стран-участниц азиатско-тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. В Белом доме заявляют, что никакой официальной встречи для них не запланировано. Но пока неизвестно, проведут ли двое лидеров неформальную беседу. Люди меняют свое отношение к автомобилям, поэтому в беспилотниках на колесах появился шанс. Джон Зиммер, основатель и глава компании «Лифт» опубликовал манифест под названием «Третья транспортная революция». В нем Зиммер обращает внимание на ряд изменений в жизни американцев. Например. Американцы пользуются обычным легковым автомобилем для перевозок только 4% времени. В остальное время он простаивает. В 1983 году 92% американцев в возрасте от 20 до 24 лет имели водительские права. Сейчас их 24%. В США автомобиль перестал быть символом свободы и достатка. Его стало дорого содержать. Зиммер предполагает, что уже в ближайшем будущем отказ от автомобилей в США станет массовым явлением. Но совсем автомобили не исчезнут. Освободившуюся нишу займут сервисы краткосрочной аренды машин. И беспилотные автомобили, которые существенно повысят качество жизни и безопасность дорожного движения. Исследовательская компания IHS Market предсказывает, что к 2035 году 10% автомобилей, продаваемых в мире, будут полностью беспилотными. То есть водителям будет не нужен вообще. А примерно к 2050 году беспилотными станут абсолютно все автомобили. Пока же рынок разработки беспилотных автомобилей постоянно растет. Этим занимаются многие известные автомобильные гиганты. GM, BMW, Audi, Mercedes-Benz, транспортные компании Uber и Lyft. И технологические гиганты Google и Apple. Пока неизвестно, сколько будет стоить беспилотный автомобиль, который будет предлагаться к продаже. Чаще всего звучат заявления, что необходимое оборудование сделает автомобили дороже на 8-10 тысяч долларов. Что повысит цену на обычном автомобиле примерно на треть. Пока же компоненты беспилотных автомобилей очень дороги. Хотя есть надежда, что сначала массовое производство они подешевеют. К примеру, лазерный сенсор, который используют все разработчики при покупке в Родницу, может обойтись в несколько десятков тысяч долларов. Подобный сенсор должен быть не один. Небольшие сенсоры стоят несколько тысяч. Плюс радар еще до 10 тысяч долларов. Плюс несколько специальных видеокамер. Каждая также по несколько тысяч. И специальное программное обеспечение стоит тоже очень недешево. В новостях регулярно сообщают об авариях с участием беспилотных машин. Например, совсем недавно самоуправляющийся автобус столкнулся с грузовичком в Лас-Вегасе. Однако это скорее исключение, чем правило. Тем более, что во многих случаях причиной аварии были не компьютеры, а человеческий фактор. К примеру, тестовые беспилотные автомобили Google наездили уже несколько миллионов километров. Число ДТП с их участием в несколько раз ниже, чем у обычных автомобилей с водителями. Компания Tesla планирует уже в будущем году выпустить на рынок лицензированные для продажи беспилотные автомобили. В Калифорнийском Лос-Анджелесе создали унитаз из чистого золота. Более того, предмет обшили кожей, снятый с дизайнерских сумочек Louis Vuitton. В Лос-Анджелесе создали необычное произведение искусства. Золотой унитаз, обшитый кожей, снятый с дизайнерских сумочек Louis Vuitton. Причем ради этой цели пришлось изрезать 24 дорогих сумки. В результате цена готового продукта превышает 100 тысяч долларов. А в минувшую среду его представили публики на открытии первого шоурума онлайн-платформы Трейдзи в Лос-Анджелесе. Автором не совсем обычного проекта является художница Илма Гор. Работа оказалась непростой, но веселой. Это же всего лишь унитаз. Но хотите вы того или нет, это также искусство. Правда, было сложно. Я много трудилась, соединяла вместе кусочки кожи, ремни. Нужно было, чтобы сошлать картинка. А если вы заглянете под крышку, там внутри тоже Louis Vuitton и золото. Правда, за недешевые материалы художница платила не сама. Ей в этом помогла Трейдзи. Это онлайн-платформа, на которой люди могут перепродавать одежду и аксессуары, в том числе премиум брендов. Компания сама предложила художнице создать что-нибудь необычное к открытию их первого шоурума. Мне понравилась мысль, что можно порезать сумку за две тысячи долларов. А ведь желание уничтожать по своей силе и природе схоже с желанием творить. Так что от предложения Трейдзи я не могла отказаться. Илма Гор – художница-австралийско-американского происхождения. Сейчас она живет и работает в Лос-Анджелесе, создавая работы на тему феминизма, политики, личности и тела. Особенно много о ней говорили в прошлом 2016 году. Тогда Илма изобразила Дональда Трампа голым и назвала его портрет «Make America Great Again». «Сделаем Америку снова великой». Революция в области деторождения и гинекологии. Один из ведущих специалистов мира в области беременности и родов сообщил, что совсем скоро женщины и трансгендеры смогут не просто забеременеть, но и родить здоровых детей. В последние несколько лет доктора вполне успешно делали операции по трансплантации матки в тело женщин, которые были не способны зачать ребенка. С 2014 года стало известно как минимум о нескольких случаях, когда подобные пациентки после операции смогли забеременеть и родить здоровых детей. Специалисты утверждают, что подобную процедуру можно также провести и с женщинами-трансгендерами, теми, кто был рожден мужчиной, но прошел через полную операцию по смене пола. Возможность выносить ребенка в пересаженной матке будет результатом долгих и сложных манипуляций и вряд ли будет даваться очень просто. Беременным женщинам-трансгендерам с высокой долей вероятности нужно будет пить гормоны, чтобы воспроизвести естественные изменения в женском организме, которые вызывают беременность. Более того, тазовые кости мужчин устроены несколько иначе, нежели женские, что означает, что ребенок появится на свет при помощи кесарево-сечения, а не естественным путем. 160 лет назад журнал «Русский Вестник» начал публикацию первого перевода на русский язык американского романа «Хижина дяди Тома». Поклонниками этого романа были Лев Толстой, Некрасов, Тургенев и даже Владимир Ленин. А вот как сложилась судьба человека, который был прототипом дяди Тома. За столом сидит дядя Том, лучший работник на плантации господина Шелби, герой нашей повести. Дядя Том – мужчина высокого роста, сильный, широкой грудью, лицо его черно, как черное дерево, а крупные выразительные черты свидетельствуют о твердости и здравом уме, соединенных с добротой сердца. Все в нем обнаруживает уважение к самому себе и сознание врожденного достоинства, при покорности и доверчивой простоте. В 1851 году выходившая в Вашингтоне газета «Национальная эра» начала публикацию глав романа Гарри и Дбичер Стоу. Сорокалетняя Стоу была супругой профессора семинарий, матерью семейства, малоизвестным журналистом и писателем. Неожиданно для всех, в первую очередь для автора, хижина дяди Тома приобрела невероятную популярность и стала бестселлером, причем не только в Америке, но и в Европе. Этот роман, который был полностью опубликован в 1852 году, сыграл колоссальную роль в американской истории, вероятно, как никакая другая книга. Дело в том, что он показал, что рабство неприемлемо. Президент Авраам Линкольн, по легенде, сказал писательнице, что именно ее книга начала гражданскую войну. На самом деле, совершенно точно, что популярность этого романа в Англии не позволила Британской империи признать независимость конфедерации и помочь этой новой стране. И поэтому Север смог без помех выиграть войну. Бичерстоу обвиняли в том, что она придумала все описанные ею ужасы. На самом деле, писательница нежела на рабовладельческом юге США, где происходит большинство описываемых ею событий. Чтобы покончить с подобной критикой, в 1853 году писательница опубликовала книгу под названием «Ключ к хижине дяди Тома», в которой предоставила доказательства своей правоты. Бичерстоу сообщила, что прототипом главного героя «Дяди Тома» был Джосай Хэнсон. Литературный герой жил в штатах Кентукки и Лузиана. Реальный Хэнсон большую часть жизни провел в Мэриланде. Джосай Хэнсон родился рабом в округе Чарльштадта, Мэриланд, к югу отсюда. Ребенком его привезли сюда, в округ Монгомери, на эту плантацию, которой владел Айзек Райли в самом начале 19 века. И он был рабом на этой плантации, а потом бежал в Канаду, где стал свободным человеком. В Канаде он написал книгу воспоминаний, чтобы заработать денег и выкупить из раб своего брата. Жизнь черных рабов была очень тяжелой, скованной самыми разнообразными ограничениями. Во многих штатах рабы не имели права регистрировать браги. Мужья, жены, дети юридически не считались членами одной семьи. Рабам запрещалось владеть оружием и заводить собак. Закон запрещал учить и грамоте. Рабы должны были оставаться неграмотными. В романе Бичерстоу «Гуманный хозяин» учит дядю Тома читать. У Джосая Хэнсона не было такой возможности. Он стал очень верующим человеком, и он изучал Библию, хотя не умел читать. Он очень долго был неграмотным. Намного позже сын научил его читать. В итоге Джосая Хэнсон стал священником. В доме литературного дяди Тома проходили собрания верующих рабов. У рабов была трудная жизнь. Им полагалось мало еды, кукурузная каша и иногда немного соленой рыбы. Свинина по большим праздникам. Хэнсон пишет, что когда он вырос и стал управлять другими рабами, ему иногда удавалось купить курицу или другие продукты, чтобы разделить ее с другими. Рабам полагалось минимум одежды. Хозяина не заботила, если рабы болели или получали травмы. Они жили вместе в очень небольших хижинах с земляным полом. Хэнсон описывает эти дома как халупы. Через щели в стенах дул ветер, в них было грязно и холодно. Этот дом стоит на месте дома, где жил Джосая Хэнсон. Его можно считать прототипом той самой хижины дяди Тома, приобретшей всемирную известность. Как известно, Джосая Хэнсон прожил достаточно длинную и, скажем так, счастливую жизнь. А дядя Том в романе умер. Роман заканчивается следующим образом. Бывший владелец дяди Тома находит его и обращается к другим рабам. На гробе этого достойного мученика, я поклялся, не имеет на своей плантации ни одного невольника. Каждый раз, когда взглянете на хижину дяди Тома, подумайте, что окруженный вами там провел столько вечеров этот человек, истинно добрый и пламенный христианин. Да послужит он вам назидательным примером, следуя которому и вы будете честными, добрыми и пламенно верующими христианами. И на этом у нас сегодня все. Хороших вам выходных и до самой скорой встречи на брифинге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok